Стаю собак в районе Тиза видели уже давно. Но угрозы животные не представляли и никаких проблем не приносили. Ситуация усугубилась за последний месяц. Жители стали замечать, что стаи становится всё больше. Сейчас насчитывают порядка 11 собак. Они приходят в основном в тёмное время суток, но иногда и утром. Роются у мусорных контейнеров. Теперь стая стала охотиться на кошек и кур. Жертвами стали уже несколько домашних животных. У нас собаки убили кошку. Убили с утра. Кошка у меня была очень опытная в плане того, что она умела прятаться на деревьях везде. И собаки уже научились убивать домашних животных хорошо. Раньше они этого делать не так быстро умели. И вот кошка у меня забралась к соседу под забор в маленькую щёлку собаки. Причём довольно-таки большие. Они уже в подворье начали забираться. Это уже не первый случай, когда собаки, вот эта стая вся забирается в подворье. То есть если где-то щель они находят или прокапывают они как-то. Стая держит в страхе весь район. Людям страшно отпускать детей гулять одних. В виде велосипедистов собаки набрасываются и на них. Я еду, где мы с друзьями по мостовой улице. И за нами стая из шести собак, когда они ещё не наросли численность. Чисто из-за развлечений охотятся. Второй раз, когда их самка напала на меня в поле. Чисто гоняла меня. Я от неё пытался уехать. Но они меня гоняли достаточно далеко. Но слава богу, я уехал. Проблема, конечно, ужасная. Одному из жителей Тиза повезло меньше. Собаки всё-таки укусили его. Пострадавший обратился в больницу. Ему сделали все необходимые процедуры. Пока без человеческих жертв. Хотя были уже сообщения немного. Но появляется, что та же стая всё-таки кого-то где-то куснула. У нас у соседа покусали. Он лечился, уколы делал. Буквально на той неделе закончил. Не сильно, но просто укусили. Вот он обращался в приемный покой. Все необходимые вещи сделали. Светлана столкнулась с собаками, когда гуляла с маленьким ребенком. Стая стала лаять и побежала в их сторону. Тогда женщине удалось отбиться от них с помощью громких звуков. Теперь, после нескольких страшных инцидентов, жители ходят по улице со спирцовыми баллончиками. А ходить приходится и по темным улицам, так как с освещением в районе тоже большие проблемы. Собаки перемещаются в темных местах, потому что они немножко опасаются ещё всё равно. И на охоту выходят, когда темно, и по неосвещенным переулкам передвигаются. Мы уже много лет писали о проблеме. Мы причём писали проблему с освещением в администрацию президента под Новый год. Перезвонили недавно. Сказали, что проблема спущена в Нижегородскую область, теперь в Саров. Из Сарова позвонили. Сказали, что деньги выделяются, освещения нет. В 4 часа вечера зимой мы просто сидим дома, потому что не видно ничего на улице. Как и сейчас, например, в 9. Стая собак периодически появляется и в Яблоневом саду, и в Балыково. Обеспокоенные жители обращались в администрацию Госветуправления. Писали заявления на Умном Сарове и в прокуратуру. Наша редакция также отправила запрос в администрацию. Муниципалитету хорошо известна ситуация с отловом собак в Тизе и Яблоневом саду. И только в этом месяце, в августе, организации и специалисты уже сделали 4 выезда для отлова собак в этом районе. 4 особи удалось поймать, но, к сожалению, они не всегда находятся в одном месте, поэтому поймать их бывает трудно. Еще одна проблема, с которой столкнулись специалисты, заключается в том, что многие из этих собак, они с ошейниками. То есть это хозяйские собаки, и, соответственно, отлову они не подлежат. Соответственно, жителям этих районов нужно обращать внимание, что если агрессию проявляют хозяйские собаки, то нужно сообщать об этом в правоохранительные органы, либо проводить работу с владельцами этих собак. Также собаки могут проявлять агрессию на той территории, где их кормят. Поэтому важно не давать еду животным и исключить другие варианты кормовой базы. Тогда собаки уйдут из жилых кварталов. Специалисты продолжают работать над проблемой. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.